Это не вера, а это лжевера, когда мы воспринимаем таинство как магический обряд. Оттого многие из вас болеют и умирают. Подумайте только! Мы говорим – верить во Христа. А что он сделал? Так хорошо! Он исцелил, воскресил ту природу, которую взял на себя. А нам что от этого? Истинная молитва Христу и Богу. Господи, помоги ты мне! Если не ты меня спасёшь, то я вообще не знаю, что со мной будет. Дорогие друзья, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Нас ждёт очень интересная и увлекательная встреча. Я буквально не буду красть время Алексея Ильича и ваше время драгоценное словами представления и приветствия, потому что человек, который сегодня будет выступать и давать лекцию, прекрасно знаком всем вам. В том числе по той встрече, которая в нашем храме была год назад, по многим лекциям, которые есть возможность слушать в интернете, по тем замечательным книгам, которые из-под пера Алексея Ильича вышли за эти годы. Мне бы хотелось, может быть, сказать всего одну вещь в качестве определённой настройки на сегодняшнюю встречу. Вот сегодня мы с вами читали Евангелие и толковали его после Божественной Литургии, говорило оно о винограднике и о том, что каждый из нас в определённой степени подобен этому винограднику. И в частности было сказано, что Господь в этот виноградник посылает различных своих посланников, своих слуг, для того, чтобы этот виноградник преобразовать, реорганизовать, дать возможность ему цвести и приносить свои плоды. И если в контексте человеческой истории этими слугами были пророки, были судьи Израиля, был сам единородный сын, который пришёл, чтобы навести порядок в этом винограднике, но не был там принят, то в контексте жизни каждого отдельного человека такими посланниками Божьими могут быть, безусловно, люди, которые встречаются на нашем пути. Могут быть мысли и озарения, которые неожиданно вдруг, когда мы поднимаем глаза к небу, приходят к нам. Могут быть удивительные книги, которые встречаются на нашем пути, и всё это посланники Божьи, которые так или иначе пытаются нас наставить на путь истины. Вот мне бы хотелось сегодня, чтобы наша встреча была именно таким образом и воспринята. Ещё один посланник Божий сегодня здесь, для того, чтобы сообщить нам нечто глубокое, мудрое и прекрасное. Алексей Ильич, вам слово. Спасибо. Спасибо. После столь красноречивого представления, то даже и не знаешь, что лучше – говорить или молчать. Я слышал одно из речений, что если бы ты молчал, то остался бы философом. Потому что как только он стал говорить, сразу увидел, что он совсем не философ. Так вот, и здесь такая же перспектива открыта широчайшим образом. Прекрасно понимаю, что у вас очень много вопросов. Понимаю по опытам многих встреч подобного рода. Но, вы знаете, всё-таки нельзя же начинать просто сразу с вопросов и ответов. Я думаю, что нужно какое-то предварительное слово. И вот я так продумал тщательно и решил таким образом. Сейчас я сделаю вступительное слово. Небольшое. Ну, часа на два. Потом будет главная часть. Это, ну, конечно, раза в два побольше. Естественно, правда. Потом заключение на часочек. И, наконец, если уж кто-то здесь останется, не знаю, останется кто тогда или нет, то можно и вопросы, и ответы. Ну, вот так. Ну, не пошутить нельзя. Я читал как-то однажды, что Серафим Саровский писал, ну, говорил и записали это. Говорит, прихожу на клирос. Монахи уже поют всё, устали, скучные. Пошутишь с ними – и ожили. И ожили. И дальше как хорошо идёт всё. Но так будем надеяться мы сегодня. Может быть, вдруг удастся оживить. Вот о чём нам поговорить сегодня? Насчёт Евангелия. Я так мечтал. Вот уж растолкую я Евангелие. А теперь всё. Всё закрыто. Я-то, вроде, всё рассказал. Представляете, даже больше, чем я хотел. Уже ничего не скажешь, не прибавишь. Но есть такой очень интересный древний обычай. Древние христианские обычай. Особенно, если мы возьмём Первый век. Когда вы знаете, это время гонений. И когда просто прийти куда-то, христианину, которому, хотя и говорят, что вот здесь есть община, хотя он и приходил, но на него смотрели подозрительно. Неизвестно, кто это. Неизвестно по двум причинам. Во-первых, это мог быть какой-то агент. Но это ладно. Тут ещё могли довериться, что, пожалуй, верно. Христианин. А какой христианин? Каково его христианство? Что за учение? Во что он верит? Легко сказать христианин. Я верю во Христа. И сейчас вы найдёте даже, когда говорят, я боевый, да, Христос – Сын Божий, верно. Это верно. Это одно из перевоплощений. Одно из перевоплощений. Пожалуйста, индуисты, спокойно вам принимают Христа и как Сына Божия, и как Бога. Ну, чего ж, перевоплощайся сколько угодно. То в Бога деревьев, то в Бога какой-нибудь звезды, планеты. Всегда человек, приходящий куда-то, начинал с того, что он исповедовал веру, чтобы все могли видеть, действительно ли он... Тогда ещё не было слова православное. Это появилось значительно позже. Но действительно ли он христианин? И какой христианин? Как он конкретно верит? Так вот, интересно, как верит? Вот я думаю, может быть, об этом нам поговорить. Как верит? Вы знаете, однажды после какой-то встречи я пришёл в академию, сидят студенты, и я очень грозно, я могу очень грозно приказать, чтобы мне немедленно привели сюда же господина беса. Ну, в духовной школе что-то он сказал, пожалуйста, Алексей Ильич, вот вам. Я говорю, видите? Ну, все, конечно, говорят, видят. Я говорю, слышите, как он говорит? Ну, конечно, все слышат. Я говорю, вот видите, я у него принимаю экзамен по догматическому богословию, веру в учение. Отлично знает. И догмат о Святой Троице, и филиок, и бесфилиок, и воплощение, и искупление. Отлично! А посмотрите, как Священное Писание я его спрашиваю. Вы слышите? Наизусть знает всю Библию паршивец. А святых отцов? Ну, и сомнений нет. История Церкви великолепна. Кто? Бес! Я говорю, вы слышите? Вы долбите тут, сколько лет это учитесь, сколько в семинарии, сколько лет, академии потом. И что вы запоминаете из того, что он знает? Ничто! Каплю в море! Он всё знает! Бес-то православнейший, оказывается, всё знает! Всё то, за изучение чего мы получаем дипломы, получаем степени кандидата, доктора, богословия. Представляете? А бес всё это давно всё знает! Остаётся бесом! Вот задача-то! Что ж такое тогда означает вера? Православная вера! Кажется, и знает, и бес! И другой, кто-нибудь почти ничего не знает! Какой он? Павел припростый! Припростый и по своему природному складу, совсем не философского ума. Знаете, есть философ, вон апостол Павел, Господи, слушай, внимай! Да как же это понять? Помните апостол Пётр о нём писал? Да в них же суть неудобь, разумно некая! Трудно даже подчас и понять, что он хочет сказать! Даже, представляете? А другой припростый! И в лауках совсем-совсем не преуспел, и разумом не столь уж велик, преподобный! Что за странное сочетание! Полное познание всего и без! Почти ничего! И преподобный настолько уподобился Богу! Что же такое есть вера православная? Ну, совершенно очевидно, и вы поняли, по какой причине я студентам говорю об этом, потому что по великому недоразумению, величайшему, я скажу, иногда сводят веру православную, к тому же, что-то знать вот этой вот стороной, ну, как сказать, моего тела или чего-то. Чисто рация, запомнил, напомнил, что-то помню. А что помню? Да я, например, ну, знаю, что в созвездии раков наверняка раки водятся, правда же? А иначе почему меня называть было? И что у меня от этого? А ничего! Даже если они не водятся там, ничего не меняется. Так и так. Есть Бог, есть Христос, ну, что же, Он сам по себе, а я сам по себе. Мне надо решать свои проблемы. Что же такое вера православная? Это интересно. Чем она отличается от того, что мы часто называем верой, то есть вера в что-то, что существует. Да эта вера очень мало что значит, когда верим в что-то существует, кто-то существует. Православная вера тем характеризуется, что прежде всего она говорит о другом. Она говорит о той любви, о которой сказал Христос. Он сказал интересные слова. Я думал, что Христа можно любить, ну, понравится, особенно, как антиикона понравится, или описание в Евангелии, какое он правду, ну, может даже влюбиться. Вот сейчас только мы ездили в Сиену, в Сиену, Катарина Сиенская, возьмите, например, или Тереза, там, Гликая, или Малая Тереза, сколько там было любви, вплоть до того, что Христос является и говорит, отныне я был Бог твой, а отныне я супруг твой. И падает даже от наслаждения. А какой же вере говорит Христос? И что Он говорит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Первый, как узнать, любит меня человек или нет? Я ему говорю, можно вот это? Можно, можно, но только сейчас я не могу. Можно сказать, да, 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 я вас очень люблю, но, к сожалению, это не совсем. Да, 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 я вас люблю, но ничего вам не сделаю. Сразу понятно, правда? Что такое? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А, так как говорится, вот это положение является главнейшей характеристикой, характеристикой, я бы сказал, вообще религиозной веры, как таковой. Но если коснуться истории христианства и состояния, я бы сказал, верующих, верующих, состояния церкви именно вот этой стороны человеческой, то как много мы найдём, что с одной стороны, каждый человек верующий, на самом деле ему и трава не растет, живёт как язычник. всё можно превратить в форму. Само богослужение можно казаться обычаем, сами таинства, крестить, ну, надо же крестить, как же, причастить, надо же причастить, надо подойти к батюшке поисповедоваться, как, ну, как, вот, не знаю, у вас есть или нет. Я, например, знаете, как подхожу исповедоваться? Я заранее пишу все грехи свои, вот такой холст, огромный. Потом подхожу, даю батюшке вот мои грехи, а я пока сходил, схожу в магазин, а ты, батюшка, прочти тут мои грехи, пока, на записочке, правда же здорово? И мне не надо ничего, пока он почитает. Я шучу, конечно. Вы же понимаете, во что можно превратить саму религиозную, нашу христианскую православную веру? Любые таинства можно начать воспринимать как какую-то магию. Главное – крестить. Ну, я один знакомый, я сколько раз, тысячу раз говорил, я был просто и поражён, и возмущён. Не знаю, знакомый же человек звонит Алексею Ильичу, что мне сделать? Вот мой хороший друг, а он не хочет креститься. Позоветуйте мне. Я говорю, вы меня убили. Я спросил, что мне сделать? Он никак не может уверовать. Вы говорите, он не хочет креститься. Оказывается. Неважно, веришь ты, не веришь. Главное – крестись, не хочет креститься. Вы подумайте. То же самое может быть и в отношении причастия, в отношении любых таинств, в отношении брака. То же самое, что положено, как магические обряды воспринимаются. Это не вера, а это лжевера, когда мы воспринимаем таинство как магический обряд. Таинство – это в чём и состоит. Если кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и вдруг крестится, что будет? Осуждён будет. Осуждён будет. Причём, как осуждён? Посмотрите, что пишет апостол Павел о причастии. Кто ест или пьёт недостойно, суд себе ест или пьёт. Оттого многие из вас болеют и умирают. Подумайте только! А тут причаститься только бы. Иуда причастился и пошёл удобился. Сами таинства, оказывается, воспринимаются часто самым, так сказать, ложным образом. Нельзя принимать их как обряд какой-то, как обычаи, как необходимое, чтобы засвидетельствовать своё будто бы православие, кто веру имеет. Только при этом условии. Вы знаете, таинство подобно лекарствам. Вы знаете, что некоторые лекарства, например, нельзя пить, выпить лекарства, если вы прежде выпили алкоголь вот сколько-нибудь. Почему? Смертельным окажется. Происходит страшная реакция, человек может умереть. Я забыл какое-то лекарство там от гипертонии, клофелин или что-то такое. Не помню. Но если человек перед этим выпил алкоголь, и потом вдруг это становится... Витальные исходы даже бывают. Понимаете, в чём дело? Вот в отношении лекарств понимаем. Я там понимаю, что нельзя, надо осторожно. В отношении таинств я верую. Во что? Что надо просто это сделать, что веру имеет. Какую? Какую веру? Вот вы знаете, вот сейчас встал бы отец Амросий и запечатал возлюбленный пожар! Жор! Быстрее! Убегайте! Ну как? Тот же подскочили бы и двинулись бы в двери все. Правда же? Почему? Поверили. А вот сейчас он... А сейчас скажи, и мы не поверим теперь. и будем сидеть на месте. На месте. Почему? Не верим. Итак, прежде всего, православная вера чем характеризуется? Делом, а не рациональным представлением о том, что что-то или кто-то существует. Другой важный вопрос. Мы говорим, верить во Христа. А что он сделал? Ну, вот какое-то слово скажете, как Х, как Игорь. Он искупил. А что это такое искупил? Он спас. А что это такое спас? Он избавил от греха. Да. Грехов нет ни у кого. Да. Может, тогда не надо нам исповедоваться и вообще ничего делать? Нет. Так что ж такое он сделал? Во что мы веруем? Что сделал он? Если сказать даже заповеди, да, хорошее дело, но фактически большинство заповедей, они же не явились чем-то новым. Большинство. И пророки об этом говорили. Одно из главнейших заповедей, одно из главнейших положений нашей веры покаяния, так посмотрите, он креститель уже пришёл заранее тоже, чтобы только подготовить принятие Христа. Покаяние подготовить – вот это интересно. Странное дело. Покаяние подготовить принятие Христа. Что же это такое? Что же сделал Христос? Ведь, кажется, это самое главное положение нашей христианской веры. В чём же она состоит? Можно маленько, вот буквально три минуты, пять, но в богословие вдариться? Можно, да? Чтобы... Ну, уж вы меня уж извините, но невозможно же обойтись без этого. Что же Христос сделал? Ну, три... Буквально три-пять минут, не больше. Может быть, две минуты. Что произошло с человеком? Почему Христу пришлось приходить-то? Учение библейское очень простое. Вот сейчас скажу так, и ничего не будет. Вы знаете праздник преображения? Знаете, что до преображения нельзя яблоки есть? Ева до преображения съела яблоко с древа познания добра и зла. И началось. Почему никто не смеётся? Какое же там преображение было в раю? Я же шучу. Что произошло на самом деле, в действительности, что произошло? И этот змей и эти слова его о чём они говорят? Человек, сотворённый царём всего живущего на земле. Ему всё было полнота власти. Возомнил себя. Змей-то где сидел? Не на дереве, конечно, как рисует. Внутри человека мысль появилась. Мы боги. Всё нам подчинено. Мы боги. Как ты, Господь. Да и ты вообще нам больше типа и не нужен. Потому что мы сами боги. Произошло извращение в результате человеческой природы. Из бессмертного стал смертным. Из бесстрастного страстным. И так далее. Что совершил Господь? Что научил? Учили и пророки. Потому Он называется спасителем, искупителем. Почему называется? Что Он через воплощение, через страдания, крестное страдание, страдание, причём до смерти, исцелил, исцелил взятую на себе, на себя воплощение человеческую природу. Поэтому всюду, Адама изображает. Прежде падший восставите образ. Адама прежнего восстановил, исцеление произошло. Где? В нём. Он воспринял эту нашу природу смертную, тленную и исцелил её через смерть и воскресение. Была восстановлена, воскрешена человеческая природа. Вот что Он сделал. Это Он. Так хорошо. Он исцелил, воскресил ту природу, которую взял на себя. А нам что от этого? А мы что получили от этого? Спас кого же Он? Себя получается? Повторяю ещё раз, опять постоянно церковное песнопение, все стихиры, каноны. Смотри, святые отцы что пишут? Адама первозданного исцелил. Образное какое выражение? То есть исцелил человеческую природу саму по себе, исцелил в себе, а дальше? А дальше-то вот мы и постигаем плоды этого подвига, что, оказывается, мы, мы, каждый человек может приобщиться Ему, Христу через соответствующую жизнь, соответствующую жизнь, то есть верой Ему и приобщиться к Нему, стать членом Его тела. Вы помните, апостол Павла есть поражение, что такое церковь? Это тело Христово, тело Христово. И кто входит в церковь? Тот, кто с верою, с верою приступает к Нему и затем принимает естественное таинство, начиная с крещения и затем причащения, то есть становится вот этим клеточкой его тела, тело, которое именуется церковью. Оказывается, благодаря этому подвигу Христа мы можем, каждый человек может стать членом этого тела. И таким таким образом уже начать получать те задатки исцеления человеческой природы, которые совершены в полноте Христом, где? Как пишут целый ряд отцов, вы знаете, это удивительное дело, я помню, да, в самом себе. Вот я учился в академии, никто не говорил, а оказывается, целый ряд отцов, прям один за другим, один за другим, в самом себе, в себе самом. Представляете, Бог совершил исцеление человеческой природы, в себе самом, и теперь даёт это, открыл это нам. И мы можем стать членами его тела. В какой степени зависит от нас, зависит от нас, в какой степени мы можем стать членами его тела. Каким образом? Каким образом? Что является самым главным и необходимым, чтобы стать членами его тела? Формально, если я так выражаюсь формально, надо принять крещение, ходить в церковь, пречащаться. Это всё, это внешне, это видимая сторона, а что внутри человека это должно совершаться, чтобы действительно стать, стать действительно членом его, Христа, самого. Что необходимо? Что является самым главным? Без всё знает и каким был, таким остался. Что самое главное? Вопрос этот звучит особенно серьёзно. Через что? подхожу на исповедь, осуждал Алексей Ильич, что вы мне каждый раз это говорите, осуждал? Ну, когда же вы перестанете говорить это? Товарищи, вы знаете, отхожу от исповеди, меня кто-то толкнул, я говорю, во, вот искушение! Увижу, делает, ну, хорош! Слышите, интересно! Стоит только понаблюдать за собой, то открываются интереснейшие картины. Пока я за собой не наблюдал, к Евангелии относился так, ну, читаю, что-то Иисус Христос делал, но пока не сравнивал свою жизнь с тем, что написано в Евангелии, не осуждай, не клевещи, не гордись, не тщеслався, не лукавь, не обманывай, не лги и так далее, когда начинаю следить за собой, что я вижу? Вы знаете, что это? Что-то открывается, знаете, немножечко страшновато. Оказывается, оказывается, я не могу не осуждать, не могу, слышите, не могу, не могу не обманывать, не могу, не могу не тщеславиться, не могу, похвалят, нос к потолку прилип, отругают, бить всё в отчаянии, не могу не злиться, а что ж ты можешь? Интересно, а что ты можешь? Человек, ну, скажи мне, а что ты можешь? Дать копеек кому-нибудь нищему, да? Так, Христос сказал, бедная вдова получила больше, положила, чем даже те, которые кладут большие вклады. Что можешь, человек? Вот это вопрос. Оказывается, если подумать, ничего не могу. при этом самое любопытное, что этот вывод открывается постепенно, я до этого не замечал, ну, знаете, что я замечал, ну, я хороший человек и всё, ну, иногда что-то бывает, а у кого не бывает, ну, у кого не бывает, правда же? А так я хороший человек, только не троньте меня, то сразу такая хорошесть поднимется, скажешь, вот это да! Ну, хорош! Ничего себе! Мы обращаемся к самому главному вопросу нашей веры, к главному вопросу, если хотите, понимания православия. В чём же оно состоит? Состоит с одной стороны странной и удивительной, другой просто страшной картине. С одной стороны я ничего, оказывается, не могу сделать, даже хочу. Помните, апостол Павел писал? Не то доброе, что я хочу, делаю, а то злое, что не хочу, творю, содеваю. Представьте себе! Ну, мы скажем, ну, мы грешные люди, знаете, как это легко, мы себя прощаем. Ну, и мы грешные люди, ну, что же делать? Ничего не вопишешь. Так вопрос, оказывается, глубже. Вы знаете, как себя чувствовали святые, великие святые? Вот это уже совсем, вы знаете, открывается картина просто поразительная. Сесой Великий умирает, собирается к нему его друзья-старцы. Его лицо вдруг, вдруг начинает сверкать такой силы, что пишет, как солнце начало сверкать его лицо от того света, который вдруг озарил его. Но он что-то говорит. Его спрашивают, Сесой, ты что говоришь? Ангелы пришли взять мою душу, но я умоляю их, чтобы они дали ещё мне хотя немного времени. Знаете, на что? Знаете, на что? На покаяние. Сесой ему отвечает. Сесой, тебе ли об этом просить? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего? Ну, что мы можем увидеть в своей грехе? Это не диво, правда же? Ну, не диво. Стоит немножечко посмотреть, и всё. Но, когда такие величайшие отцы, я сказал, Сесой, а посоветите Пимны Великий, поверьте, братья, говорит он своим, я буду ввержен туда, где сам сатана, который воскрешал мёртвых. А Макарий Великий, которого называли земным богом, утреннюю молитву. Мы же все с вами читаем, правда же, ежедневно же, я не сомневаюсь нисколько, даже, что мы читаем эту молитву. Боже, очисти мя грешного, якого николи же, никогда же сотворих благою пред тобою. Это я-то ничего доброго не сделал. Макарий Великий, николи же, никогда же сотворих благое пред тобою. о чём это всё говорит. Ещё раз повторяю, мы подходим к самой сути православной веры. Оказывается, мы должны же понять, что уж если пришёл не просто пророк, не какой-то апостол, не какой-то святой, а пришёл сам Бог для спасения, значит, в каком же мы состоянии находимся, если потребовалось Богу уже приходить, причём не просто так спасать, а через крест жуткие страдания. Природа наша повреждена. Все те добрые свойства, с которыми был сотворён человек, они оказались искажёнными. В самом добром деле, который подчас мы делаем, обязательно, знаете, как бочку мёда, ложку дёгтя. Что же является главным-то? Что самым главным является? Исаак Сирин пишет замечательные слова. Блажен, блажен, кто познал свою немощь, себя, познал свою немощь. это познание является корнем, основанием и всем тем, что является спасением его души. Познание себя. Познание вот того, что мы действительно грешны, что нам действительно требуется помощь? Какая? Каемся каждый раз и опять согрешаем, даже когда не хотим. Что отсюда происходит? Что отсюда должно происходить? Что? Смирись, гордый человек! – это слова не мои Достоевского. Смирись, гордый человек! Я, 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 а ты пустой вещи не можешь от пустой избавиться! Что ты осуждаешь другого человека? Как велико увидеть себя! Только увидев себя, только увидев, что я сам не могу справиться, ничего, не могу, хочу, не могу, но воздержался вот час на час, а через час вдвое. Вот это видение, видение своей, ну, как сказать, вот слово, есть славянское хорошее слово, немощи, добрехомности, своей слабости, своего бессилия, оно должно породить в нашей душе смирение, но знаете, какого рода? Порождает хорошо, я ничего не могу сделать, значит, что, погибать? Вот из этого состояния видения себя начинается у человека истинная молитва Христу и Богу. Господи, помоги ты мне! Если не ты меня спасёшь, то я вообще не знаю, что со мной будет. А что будет? А то скажут, ну, знаете, что будет? Что такое страсти? Слово-то славянское означает страдание, страдание. Посмотрите, как мы страдаем от зависти. Посмотрите, что происходит с человеком. У Василия Великого одно из слов начинается, да, замечательными словами. И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. И дальше он говорит, ну, от других страстей хоть я поел, хоть удовольствие получил. Так? Ещё что-нибудь. А тут я страдаю о чём? Что к моему ближнему хорошо, лучше, чем у меня. Страдает и всё. За что? Почему? Только по этой причине. Посмотрите, все страсти на самом деле являются ничем иным, как источником нашего страдания. Надо же понять, что грех – это не запрет Бога, нам делать вот то-то и то-то. Пожалуйста, обратите внимание. Бог ничего не запрещает. Бог только предупреждает. Вспомните Адама. Предупредил же. Андреа познания добра и зла только не вкушает. Не запретил, а предупредил. Каждый грех есть рана, страсть, страдания. И если не исцелить эту рану, не исцелять её, что же это будет тогда? Вы знаете, иногда человеку открывается с большой силой вот те поступки, которые мы называем бессовестными, против совести совершённой. как страдает человек. Как мы страдаем, когда не можем получить, что жаждем, хотим. Все страсти только мучают человека. Поэтому вот это познание себя даёт возможность искреннего обращения ко Христу, даёт возможность великодушного отношения к другим людям. Вы знаете, что пьяницы не осуждают друг друга? Никогда не слыхали этого? Напротив, друзья закадычные. Так и здесь, когда я вижу, что я сам не могу, не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не лгать, не могу не притворяться, как же я другому говорю, а другому могу сказать? Да язык не повернётся, просто стыдно даже. Как я могу упрекать? Оказывается, через это познание себя рождается вот то, то, самое основное, к чему призывают христианство – любви к человеку. Вот как рождается любовь к человеку через познание себя. Знаете, говорят, сытый, голодному не товарищ. А почему? А он даже не чувствует этого. Что это такое голодный? Он сыт. Так и здесь тоже. Тот, кто сыт собой, он всегда осуждает всех других направо и налево. Всё ему плохо. Один он хороший только. Кстати, надо запомнить, что осуждение – осуждение – это есть не что иное, как появление во мне чего? Глупейшей гордыни какой? Я бы такого не сделал. Посмотрите, она тварь какая! Она тварь, а я до чего она хорошая! Вы слышите? Надо же это помнить! Оказывается, какой ужас, что мы делаем, осуждая других людей. Напротив, познав свою немощь, мы становимся великодушными. Это начало христианской любви. Итак, жертва Христова, я-то сказал, две-три минуты, на самом деле, больше говорят, извините уж меня, что Христос совершил? Действительно, через крестные страдания, через смерть исцелил в себе саму человеческую природу и дал нам возможность через таинство крещение, причащение, прежде всего, приобщиться ему, то есть, этой недленной, бессмертной, совершенной, прекрасной природе человека, природе человека, то есть, приобщиться спасению. Это приобщение заключается в правильной духовной жизни. правильной духовной жизни каким критерием узнаётся? Действительно, хотим узнать, вот, я думал, думал, что правильная духовная жизнь, это у человека, знаете, кто праведный? Чудеса делает. Потом думаю, нет, прозорливый. А святые пишут, нет, например, насчёт чудес Косян Римлянин, я специально его оставил для Рима, преподобный Косян Римлянин говорит, чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни человека. Ах, 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 и больше ничего. А каким я был, таким остался. Что является критерием того, Господи, как узнать, я вот стою, хоть в какую сторону повёрнут-то хотя, по каким признакам можно судить, что есть хоть немножко христианства во мне или вообще уже ничего нет? Преподобный Пётр Дамаскин, подводя, если хотите, своего рода итог святоотеческого учения по вопросам духовной жизни, это Пётр Дамаскин двенадцатого столетия, их два, так писал, ох, это запомнить бы надо, действительно, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. До этого я видел только самые уж такие, не знаете, как слепой, у человека со слабым зрением, что он видит? Но он может отличить человека от, может быть, от собаки ещё отличит. А уж различать людей он, конечно, не сможет. Первым признаком начинающегося здравия души это видение грехов своих. Я, наконец, вижу, что я не могу. Что и делать, только срываюсь то на одно, то на другом, то на третьем и так далее. Вот что является признаком верного христианского состояния, потому что это видение своих грехов открывает мне меня самого, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтаниях. А в своих мечтаниях кто я есть? Знаете? Нет? Я лучший в мире. Вот так. Ну, и другие есть хорошие, конечно, люди. Но вообще-то с кем не сойдёшься, всё такая дрянь вообще. Вот чем отличается православная вера от других, кстати, вер. Вы учтите. От других вер православных всё большее видение той повреждённости, ради которой только пришёл Христос Спаситель. И только почему нужен Христос Спаситель? И что сделал Христос Спаситель? Вот, оказывается, ради чего? Вот по какой причине. Это должно быть критерием каким? Для самого человека. Я всё больше вижу грехов всё-таки у людей. А у себя ну, так, так, немножко, так оно есть, конечно, но не важно. Беда. А вот когда я начинаю сам видеть, вот это тогда другое дело в себе. Тогда во мне хоть появляется капелька христианства. Почему? Потому что я начинаю видеть необходимость для меня Христа. Господи, помоги мне! Помоги мне! Ну, не могу! Помоги! Спаси меня от этой всякой дряни и всякой гадости. Вот что мы с вами говорим о православной вере. Вот видите, какая православная вера? Она очень интересная, глубокая. Кстати, вы знаете, буквально перед приедом сюда я посмотрел выступление некоторых наших учёных, учёных на конгрессе индуистском, буддистском. Буддисты встречались с философами, с нашими философами. И там со стороны буддистской был Далай-лама. И вот некоторые из наших учёных просто восхищались Далай-ламой необыкновенно. И вот вдруг покажет один эпизод. Один, значит, из наших кто-то такой спросил. Скажите, пожалуйста, какая-то женщина, вот с гневом как бороться, со злостью? Как бороться? И что делать? Ответ Далай-ламы. Ну, вы знаете, конечно, это же нас мучает же, это понятно же. Это очень вредит здоровью. Надо понимать, что лучше не гневаться. Это будет спокойнее, спокойнее, правда? Здоровее мы будем. Не будем расстраиваться. И вообще будет очень хорошо. Надо понять и всё. А конгресс светских людей с нашей стороны был. Я думаю, спросили бы они православных, что делать? Они бы сказали не о здоровье вот этом, не о расстройстве, которое приносит нам этот гнев, а сказали бы о других вещах. Через познание себя я становлюсь великодушным к другим. и тогда вместо гнева я скажу, ой, ну да, у него болит правая рука, а у меня левая, у него ухо, а у меня глаз и так далее. через познание себя, то есть своей повреждённости и греховности я приобретаю то великодушие, которое спасает меня и будет спасать и от гнева. Они даже этого не знают. Думаю, какая жалость! И увлекаются чем? Довольно пустыми, поверхностными вещами. Ну, зачем себе вредить? Представляете? Это, в общем, аргумент настолько сильный, чтобы избавиться от гнева. Зачем себе вредить? Вы подумайте только! Я просто привожу пример, что даёт христианство человеку, как велико вот то познание себя, на котором настаивали все святые отцы. Через познание только своей греховности возможно исцеление и спасение. Вы знаете, самая большая беда, когда человеку говорят, слышите, говорят, ты болен, надо лечиться, ты сам болен иди лечить. Не будешь лечиться, у тебя вторая степень, в третью! Ха-ха-ха, я себя великолепно чувствую! Четвёртое! Ах, караул! Но уже поздно. Пока не поздно, надо начать лечиться. И это в наших руках. Вот, что открывает вера православная. Ну, спасибо вам! Ну, а теперь зато, если у вас есть какие-то вопросы, то прошу, пожалуйста, А дайте рецепт, как познавать себя? С чего начинать? С чего начинать себя познавать? Вот насчёт грехов это понятно, а ещё чего? А больше ничего не надо. Надо познавать свои... Грехи – это болезни. И я думаю, как мы все хотим быть здоровыми? Не правда ли? И если, оказывается, есть возможность заранее узнать свои болезни и предупредить их развитие, Господи! Да вам скажут, Боже мой, кто вам только помог это узнать? Какое счастье великое! Грех – это рана. Страсть – это когда человек не может уже не грешить. Это уже болезнь. Слушайте, это болезнь. Вот человек, знаете, пьёт. Что делать? Ой, говорят, как ты хотишь теперь тебя лечить? Ой, как трудно! Не знаю, как выйдет. Поэтому заранее надо стремиться к тому, чтобы страсти не поразили нашу душу и наше тело. Как это делать? Сравнивать себя с Евангелием. Вот сказано мне, Евангелие говорит, не судите, да не судимы будете. Так, а я только знаю, что сужу. Она такая, она такая, он такой, он секой и прочее, причём не просто снизу до верха. И это правительство, эти президенты, эти патриархи, эти папы, эти кардиналы, эти епископы, да всё на свете. все эти чиновники, один я только хороший, вы знаете, на земле, а всё с вами просто дрянь такая, что и не знаю, что делать. Как только я вижу, меня подмывает. Знаете, что? Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Дедушка Крылов, какие хорошие слова написал нам? Прямо перефраз Евангелия. Вот так. Так. Я считаю, что только это искусственность. Что, что? Я считаю, это искусственность в себе всё это подавлять. Но как разлить в себе именно любовь большую? Как её разжечь? Эх, трудно. Ни в коем случае нельзя ничего разжигать в себе. Ни в коем случае. Да избавит Бог. В области религии ничего искусственного не должно быть. Моё обращение, как только я вижу, что вообще нет человека, он передо мной лукавит. Я всё, я уже осторожен. Правда же? Он врёт. Я к нему хорошо. Оказывается, он врёт. Всё. Так, как Господь видит всё наше настроение. И если когда я действительно я осуждаю, я осуждаю. Ну, почему мне? Почему не сознаться мне? Что я ничего не могу сделать, чтобы не осуждать? Ну, смирись. Ну, 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 почему ты злишься на людей, а не на себя? В чём дело? Почему за других ты отвечаешь? За себя. Вот каким образом только можно. Надо же к себе обратиться, надо в конце концов. Вот беда-то. чтобы не получилось так. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Это нужно, конечно, понимать и знать, да. Слушайте, а как именно действительно практически как, когда ты искренен, ты говоришь с людьми, казалось бы, тебя слушают, а потом раз, и они как бы или от зависти, или от чего-то, делают тебе назло что-то. Вот это сложно очень. Не знаешь, ты теряешься, не знаешь, как себя расти, но в свободе... Нет, не смешивайте. Одно дело осуждение, другое дело рассуждение. Я, допустим, начальник какой-то там фирмы по выпуску вина. Мне нужен человек, который бы контролировал там. Я вот смотрю, да, кажется, ничего. Мне говорят, пьяница. Пьяница. Я не осуждаю его. Он пьяница, а я другое. Так, но на работу я его не возьму. Не возьму. Так и здесь тоже. Как нужно наблюдать за собой, чтобы в общении с кем-то, в близкие контакты с какими людьми входить надо смотреть. Вы знаете, Пимен Великий, например, писал, какое благо в хорошем общении, в хороших обществах. Великое благо, чтобы соединяться, общаться с людьми, которые вы видите порядочными, честными и так далее. Насколько это можно? Мы-то живём в миру и встречаемся с разными людьми. но одно дело осуждать людей за то, что они такие, так, а другое дело рассуждать для дела. Вот тут мы должны рассуждать должны и насколько не вступать в близкие контакты с людьми, которые сами заражены какими-то сильными недугами. Как заражёнными болезнью какой-то, заразной болезнью. Мы же сторонимся, правда? Так и здесь. Насколько возможно, насколько жизнь нам помогает, не осуждая, а рассуждая. А помочь? Что? А если помочь? Что помочь? Больному человеку помочь. Так если вы поможете, вот я был бы рад, кто бы мне помог и избавить меня от зависти. Помогите! Подхожу к батюшке, он говорит, Алексей, извините, но я сам заражён этим. Есть, Евангелие, есть святые отцы. Надо же читать-то их. А то мы иногда любим читать «Житие святых». Лёгенькие такие рассказики. Как легко! А почитать, например, «А вот, Рафея», где излагается такое прекрасное учение всё-таки о духовной жизни, это нет. Ну, надо же всё-таки хоть немножечко знакомиться с этим вещами. потом, я вам скажу, что абсолютно оказывается невозможно бороться ни с какими страстями и победить, если человек не будет учиться молиться. Посмотрите, я не сказал молиться, а учиться молиться. Вы знаете, что мы не молимся? Нет! Не знаю, мы не молимся. То есть, мы молимся, когда у меня случится несчастье, тут я Господь ищу только к какому святому, какой молитвой, да, и где, и как случится. Как язычники. У них тоже было множество богов, и они знали, к кому, когда, с чем обращаться. Мы превращаем в подобные же вещи. Когда случится скорбь, тут мы начинаем молиться. Вы знаете, приходится о чем говорить. Вот нас в Москву там привозили, привозят мощи, там вот святителя Николая привозили мощи, там к Матроне, например, так. Вы знаете, сколько там? Миллионы. Там один, два миллиона. Но нет сомнения, дальше страшную вещь скажу, что, наверное, ни одного человека не было, верующего, который бы пришел и сказал святителю отче Николая помоги мне избавиться от зависти. А с чем же подходит? У меня с мужем, у меня с женой, у меня с братом, у меня с сыном, у меня с дочкой, у меня с работой, у меня печенка, у меня селезенка, никому нет дела до своих страстей. Какие там страсти? Вы что? У меня там проблема муж пьет, а вы тут о каких-то еще тут моих страстях. Слышите, мы не молимся, мы свою душу, грязь одна, и мы даже не стремимся очистить хоть немножко. святителю Николаю, помоги мне, помоги, не могу, Господи, помоги мне избавиться. Об этом молиться? Да зачем же я пойду к мощам? Миллионы ходят, как язычники. Дай нам благо на земле, дай нам здоровье, дай нам успех, дай нам счастье, какое? На земле сейчас о страстях никто и не думает даже. Вы подумайте, это какой кошмар! Это христиане! Древние, наверное, просто бы они были потрясены бы. Как? Вот, оказывается, чем нам нужны святые. Чтобы от несчастья избавиться. О грехе нас не беспокоит. Подойдем к батюшке. Прощаю, разрешаю. Куда еще лететь? Просим. Ну, прощаю. А у меня душа не болит об этом. Вот так. Так. Хорошо. Пожалуйста. Я, как твоя мама мать-был ребенка, хотела спросить, что нам нужно для родителей изучить, чтобы научить наших детей? Я вам скажу так. Я бы научил кого-нибудь играть на скрипке, но сам не умею. Я, конечно, могу ее взять, да еще наоборот. До тех пор, пока мы сами не будем стремиться, насколько это возможно, изучать христианство по аскетическим творениям святых отцов, о том, то есть, как жить, не как верить. Я же вам говорю, бес все знает, все знает головой и остается бесом. Поэтому до тех пор, пока мы не будем, не будем вот читать и учиться молиться о чем? О грехах своих. Господи, прости меня за осуждение. Вы знаете, хороший вот дневник Иоанна Кронштадтского, он очень много научает. Вот святой он, мы почитаем все его, чудотворец, а посмотрите, что он пишет в своем дневнике. Опять я осудил, опять я разгневался, опять я позавидовал. Услышите, что он пишет? Этот святой. Ещё раз повторяю. Этот святой. Слышите, что пишет? А дальше Господи, прости меня, что я наделал. Он пишет. И вновь ощутил я пространство в душе Моей мир и простил Господь меня. Как умываемся мы каждый день, так и здесь надо тут же каяться в своих грехах, а не откладывать, пока я схожу на исповедь к батюшке. Разве мы запачкал свою одежду, что ждём, когда там пойдём в химчистку, что ли? Тут же постараемся очистить. Вот это надо. Итак, если мы сами будем стремиться к христианской жизни и очищать себя, дети, дети будут воспринимать всё это. Игнатий Принчанинов, святитель, великий святитель 19 века, писал одной особе. Если вы будете вести жизнь добродетельную, то ваш ребёнок получит огромную пользу. И наоборот, если вы этого не будете делать, то смотрите, Бог может покарать условно и вас, и ребёнка. Вот какие вещи. Так что надо начинать с самих себя. Знаете, иногда вот говорят всё-таки, что нам делать с молодёжью, что с детьми. Знаете, меня подмывает уже. Знаете, что? Ярость, гнев. Когда же мы поговорим о самих себе-то, родителей? Мы-то, оказывается, хороши. А дети дрянь. А молодёжь никуда не годится. Как же это случилось такое? Яблочко от яблоньки далеко ли катится? Невозможно научить человека чему-то доброму, не будучи самому, самому таковым. Это закон. Алексей Ильич, существует список духовных законов. Концепт, по крайней мере, мы это читаем. Можно ли его где-то найти в одном каком-то месте или как-то концентрировано огласить эти законы, если это возможно, списком? Насчёт этого я не знаю, чтобы законы вы знаете. Это всё равно, что вы знаете. Вот существуют законы природы, физики. А где-нибудь есть такое, где они все описаны? Ну, нет. Где-то проходит частично. Частично говорят там Ньютона, там Паскаля, Георгий, Усака. Там кого-то частично какие-то. Но чтобы взял кто-то и описать все законы, даже просто природы, даже этого нет. Потому что, представьте, это законы материальные. Это одна группа законов огромная. А биологические законы? Боже мой! А законы психологии? Ой, боже мой! Так и здесь тоже. Это невозможно. Невозможно. Но они же, эти законы, существуют действительно. Я немножко, по-моему, несколько законов помню встречал. Описано несколько законов. В книге, по-моему, кажется, Бог? Бог, кажется? Или... В книге Бог... Книга есть такая. Бог у какого-то Осипова, профессора. Вот. У него, по-моему, там где-то в каком-то параграфе где-то есть там десяток или полтора, может быть, этих законов есть. Вот так. Да. У меня к вам вопрос очень актуальный в наше время, так как конкретно касается всего православия. Как не навредить православиям, учитывая межконфессиальное разногласие, которое происходит между патриархиями. И ведь мы читаем и всегда прислушивались к разным мнениям, которые происходят. К примеру, вот на святой горе Афон сам настоятель монастыря Ефрем, ну, от Отецкого монастыря говорил, нужно придерживаться каноничности. И учитывая последнее ну, как бы, событие в течение там года, двух, которые происходят между патриархиями, он, как бы, ну, сделал шаг другой. И с этого монастыря несколько монахов ну, вышли. И меня просто интересует, как нам не навредить друг другу, учитывая, когда нас спрашивают о таких вот моментах. И это касается тех людей, которые, ну, священнослужители, которые имеют степень богословия, да, как мы можем передать или должны передавать или трактовать людям информацию, дабы в будущем не было так, что патриархии помирятся между собой, и мы все воссоединимся во Христе, а у людей останется, как бы, злоба. Спасибо. Поняли, да, вопрос? Первое, я хочу вам сказать, что эти вопросы, конечно, призваны и потому обязаны решать тем, кого мы называем священно-начальнием церкви. Они же руководствуются совершенно верно канонами и, я бы сказал, во-первых, заповедями, и во-вторых, канонами, потому что заповеди важнее канонов. Помните, Христос что сказал по отношению одного из важнейших законов иудейской религии ветхозаветной – суббота. Он сказал – не человек для субботы, а суббота для человека. То есть заповедь важнее, чем каноны. Это первое, это очень важно. Каноны подчинены даже и быть заповедям. Заповедь основная мы знаем. какая в отношениях между церквами. Решать теперь вопрос о том, каким образом эти сохранить отношения правильные, можно только при условии того, чтобы дружески обсудить те нормы отношений, которые сложились традиционно между церквами. И вот, в частности, в данном случае вы говорите Константополь и Москва. Понимаем же, да. Ну, представьте себе, как бы вы отнеслись, если вдруг в вашем доме стал кто-то распоряжаться. Но неужели это настолько элементарная вещь, что, по-моему, даже вопросы не может быть? Представьте себе, что всеми православными церквами было принято это уже единственная законная православная церковь в Украине. Это церковь, та, которую патриархом считают патриархом Московского. Все православные церкви сказали, что Филарет лже-патриарх, а не патриарх. И никто не признаёт. И вдруг, и вдруг один – нет, анафемей подвергли даже митрополиты. Все православные церкви согласились с этим. И вдруг один говорит – нет, вопис. То есть, извините, что я здесь это говорю, но этот термин очень известный. То есть, он себя возомнил уже выше голоса всех православных церквей. Неужели здесь непонятно? Это надо объяснять. Это надо объяснять. И всем тем, кто сомневается или спрашивает – вот какова ситуация на данный момент. Потому что без объяснения как же ещё понять? Просто так сказать – пожалуйста, пожалуйста, примиритесь. Как примиритесь? Они ко мне в дом пришли и начинают свои порядки наводить. Это что такое? Скажу – извините, пожалуйста, но я вас не приглашал. Вот так. Так что здесь уже требуется серьёзный разговор. Но мне бы хотелось предупредить. Есть вопросы, решения которых от нас не зависят, я говорю, от нас, от рядовых членов. И когда вдруг мы, тем не менее, если начнём вдруг сами решать, то между ничего доброго не будет, кроме споров, разногласий о злобленности друг с другом. Это не нашего уровня вопросы. Это решает вопросы то священно-началие, которое есть у нас. Это надо, это очень важно. И недаром есть римская пословица «Quot dlicit yuvi, non dlicit bovi». Что позволено, что должно делать Юпитеру, то есть начальству, то не позволено нам. Ну что же мы будем заниматься? Может, мы с вами решим сейчас все военные проблемы, технические и прочее, что ли? Беда! Есть люди, которые призваны этим заниматься, и они должны. А о них мы можем «Господи, помоги им!» Только это. Так, пожалуйста. У меня вопрос о молитве. Я как право по ручных молюсь о ближних и православной среде слышала мнение, что нельзя молиться о тяжелых грешниках, и если, например, человек не крещён, тяжелый, например, если там духи даже в серьёзной грехе. Значит, поняли? Да, вопрос. Можно ли молиться о некрещённых, о тяжелых грешниках? То есть я простой человек? Да, я простой человек. Могу ли молиться я о тяжелых грешниках? Например, я никого не убивал, я никого не ограбил, не обворовал веренность своей семье. Вы поняли, кто я? Я праведный. Вот к вашему сведению. Правда, вот меня пока не канонизировали, но тоже живьём пока не канонизируют. Так, а он, представляете, он вор, он тяжёлый грешник. Да избавит Бог кого-то считать более тяжёлым грешником, чем я сам. Первый признак, первый признак, что я гораздо грешнее его. Самый страшный грех – это не видеть своего греха, это самомнение. Поэтому то, что мы встречаем, нельзя молиться за некрещённых, нельзя молиться за тех, Господь что сказал? Бог, он говорит, Отец, повелевает восходить солнцу над тем? Над праведными и неправедными и посылает дождь на грешников и у вас придёт покажите. Да. Ну, помните это. Слышите, Господь пример-то нам какой сказал молиться за всех, за праведных и неправедных даже. А с креста вы не знаете, что он сказал? Когда им пробили жуткие страдания и вдруг слова Отче, прости им. Молился за кого? За крещённых? Это же изверги кто распял его. Сатанисты. А Христос говорит Отче, прости им. Это я вам скажу вот эта ужасная вещь, которую я смотрю в некоторых церквах, храмах некоторых встречается. Так, а он крещён? Так, крещён, ладно. А как часто он ходит в церковь? Ну, не очень. Нет. То есть, оказывается, мать должна любить какого ребёнка больше? Здоровенького. А если он больной, не вздумайте о нём заботиться. До чего докатились! Ужас какой! Чем, если более видны грехи его, чем более человек оказывается, он ходит от правильной жизни, значит, тем более он болен, тем больше внимания к нему надо врать, тем больше о нём надо молиться. Слышите? Больше! И на последнее отвечаю. А то грехи его перейдут на тебя. Вот безумство какое! Любовь всё побеждает, потому что Бог есть любовь. И интересно, кто же это может противостоять Богу? любопытно, когда, если мы действительно по любви моемся за человека, совершившего какие-то страшные даже преступления или тяжёлые преступления, когда по любви совершаем, с нами Бог. И никакая враждебная сила не может позволить перейти его грехам на нас. Вы знаете, откуда эти ужасные вещи? Я вам скажу, откуда эти вещи? Откуда эти вещи? Знаете? Ну, вот так, что вы сказали. Из самомнения. Я-то, слава тебе, Господи, никого не убил, не ограбил. А он пьяница. За него нельзя молиться. А Христос... Всё Евангелие... Вот извините, что я вот, видите, распаляюсь. Обратите внимание, Христос нигде в Евангелии не сказал «Горе вам, пьяницы!» «Горе вам, воры!» «Горе вам, разбойники!» А знаете, против кого говорит? «Горе вам, фарисеи, лицемеры, законники, грехи которых не видны!» Слышите? Гробы окрашенные, снаружи вы разрисованы, а внутри что? Вот такое самое страшное зло. Где? Внутри! Поэтому это дьявольское искушение. Будьте спокойны и молитесь. – Это очень важно. – Что? – Очень важно, потому что у меня душа не верит, и когда я прихожу в любой храм, прошу за него молиться. – Ну, это можете не объяснять. – Отказывают. – Вот, к сожалению, отказывают. А вы не говорите. А зачем вы говорите? – Так можно, да? – Можно. Зачем вам докладывать всем? Что вы? Я не знаю. – Когда спрашивают человека. – Как дети. Хороший человек. За лучшего человека. Лучше, чем вы. Сказать. За него молиться. Да я знаю, даже в монастырях это есть. Не скажу, где нельзя, иначе на меня обида будет горькая. Даже начинают допрос. – Да. – Да. А часто ли он причащается? – Да. – А часто ли ходит в церковь? А я говорю, ну, почти. Он ходит в церковь точно так, как я. Я вот, знаете, как часто хожу в церковь? Сказать? Как ни приду, все, Христос в воскресе поет. Что же это такое? Ну, я шучу, конечно. Это безобразие. Чем тяжелее болеет человек, тем большее внимание к нему, следовательно, нужно. Лечат больных, а не здоровых. И об этом пришёл и сказал сам Господь. Я пришёл призвать не праведников, вот этих лже, а грешников покаяния. Это прямо вопреки Евангелия начинается. Это ужасная вещь. Я прямо хожу, знаете, я праведный человек, но тут в гнев прихожу. Так. – А почему за самоубийц? Как можно молиться? – За самоубийц как можно молиться? Так же, как вы молитесь за... Не смешивайте совершенно разные вещи. Ой, хорошо, задали. Не смешивайте. Есть правила, есть заповеди. Правила церковные выработаны с целью, чтобы упорядочить жизнь людей и помочь им жить по-христиански. Правила. Помочь. Ну, вот, например, вот у иудеев. Суббота была. Попробуйте, да. Кстати, и сейчас попробуйте в субботу, например, заехать в Иерусалиме в этот квартал иудейский. Да вашу машину перевернут там всё или забросают камнями. Ну, что вы! Там строгий закон. Этот закон. Правила. Правила. В субботу нельзя ничего делать. И всё. Это же правила, которые призваны просто навести порядок, если хотите, определённый порядок в жизни. Самоубийц. Да, церковью запрещено отпевать, приносить в храм, подавать, например, на проскомидию. Так. Что это было? Это те правила, призваны были... Нет, они и остаются, они только были. Они призваны сделать всё возможное, чтобы предупредить людей от этого страшного поступка. Церковь, знаете, как мать. Знаете, как мать ребёнка говорит? ребёнок. Скажите вам, как? Сейчас я вас научу, особенно матерей. Я вас научу. Сразу как? Не ходи купаться. Нет. Не ходи. Нет, пойду. Утонешь? Не приходи домой. Это убийство, да, конечно, уже всё тут уже. Так вот. Так вот и здесь. Понимаете, в чём дело? Это правила церковные. Церковь, смысл, в церкви, в храме нельзя вот это совершать, официальных вот таких молитвословий. Но это абсолютно нисколько, ни на одну йоту не приказывает, чтобы за человека не молиться. Что вы? У меня брат, допустим, или дочь, или сын, кончил самоубийством. Так? И что это? Кончил? Ну и катись теперь, да? Это что? Это откуда это? Не только я молиться буду. Есть знакомый священник? Прошу тебя помолить о нём. Хорошо. Это знакомый? Помолить? Хорошо. Но пока в церковь, понимаете, вот я ещё раз вам говорю, нельзя правила специальные для педагогических соображений всё это сделано, чтобы человека избавить людей от этого страшного поступка. Вот чем вызваны. Но это ни в коем случае не означает, что самоубийц нельзя молиться. А особенно, мне кажется, надо за них молиться. Но на простой лице всё равно нельзя молиться? Да. Это правило. Не надо. Ну и что? И что? Ну нельзя. И что? И что? Это значит, нельзя молиться, что ли? Хорошо. Молиться можно. К тому же, священнику подойдите и спросите. Батюшка, молитесь вместе со мной за это. И он скажет, хорошо. Вам надо обязательно... Обязательно записку. О, Боже мой! Ну, обязательно записку надо. Записку нельзя подавать? Всё. Всё пропало. Я теперь вот наиспо, то я давал, вот такую и вот. Теперь не буду давать. Ну, что вы! Что вы! Что это правило поставили? Да. Я вам сказал, с какой целью? Чтобы, насколько возможно, предупредить каждого верующего человека от этого ужасного поступка. Учти! Раньше, вы знаете даже, не хоронили на православном кладбище. Не хоронили. Почему? Чтобы сделать всё возможное, чтобы человека избавить от этого ужасного поступка. Вот и всё! Как это нельзя молиться? Вы что? Надо молиться! Записку не подавайте! А батюшка скажет, если на панихиду можно, ну, подайте. Ну, на проскомедию не подавайте. Так. На панихиде? Тут, отец вопросник, не говорить только, никому не рассказывайте. Я считаю, на панихиде всех можно подавиться, но никому не рассказывайте. Зависует. Да. На панихиде можно. Даже не крещеного. На проскомедию нельзя. Даже не крещеного можно на замихиду? Да. Я не знаю. Сейчас поначалу. Вот это я понимаю. Так вы что же считаете, что все те, которые жили до Христа, так, и хорошие, и прекрасные, и праведные люди, теперь все не крещены? И теперь где они? Авраам, Исаак, Иако. Всё погибли. Не крещены. Слушайте, а если уж даже, даже они, беззаветные люди, не знающие Христа, жертвою Христовою, а мы-то теперь, то неужели люди в Новом Завете оказываются в худшем положении по сравнению с ними, с этими ветхими? Ну, конечно, не хуже. Что ж, благодаря жертве Христовой, теперь мы их, а они теперь погибнут, потому что не крестились. Благодаря жертве Христовой, да? Те не крещены, они спасены, а теперь вот из-за жертвы Христовой, они же не крещены? Всё, погибли. Погибает не тот, кто крещен или не крещен. Крещение само по себе никого не спасает. Пожалуйста, запомните это. Не крещение спасает. Что вы думаете, крещение – это вот этот билет в театр, да? Билет в рай, что ли? Какая дикая вещь! Крещение – знак моей веры. И если я действительно я уверовал во Христа, так многие в первом столетии, в первые столетия, вы знаете, что до 313 года, до 313, не тысячу, а просто 313 года, до Миланского эдикта, Константина Великого, были страшные гонения на христиан. И, к чему я говорю, были нередки случаи, когда вдруг некоторые, даже будучи палачами, вдруг бросали орудие пыток и поражённые мужеством и красотой у христиан объявляли «Я христианин». Ах, ты христианин? Голову долой! Что делали христиане этого некрещённого? С благоговением хоронили его и вносили в свои диптихи, как святого! святого! Слышите? Святого! Откуда это? Ой, да чего ж сильно язычество у нас? Боже мой, это невозможно! Крещение, может быть, крещённым сатаной? Крещённым сатаной, да. А крестили. А он негодяй и сатанист. А его крестили. Да ещё в детстве. А в детстве может, что угодно крестить? Ему море по колено. Неужели думаете такие вещи? Прямо вот я говорю, с чём мы сегодня и начали встречу? Можно и таинство рассматривать, как магию. Нет, таинство – не магия. Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст, и вошёл в него сатана. С причастием. Как это вам нравится? Потому что, наверное, Златоусту можно поверить. Вот так. И вошёл в него сатана. Вот так. Ну, хорошо. Да, пожалуйста. Как вы понимаете, как мне это понять? Я в своё время давно работала на севере Вечернца. Что? Я работала на севере. И приезжали с Москвы, в православной церкви, священники. Я не помню. И деталей не надо, только вопрос. Вопрос. Они сказали, какая там была конфиденция. Не важно, не важно, не важно. И я была там. И я только это запомнила. Это вопрос интересует всю эту жизнь. Почему мы можем у вас причащаться, православные? У кого? Кто это говорит? Это была католическая. Там были католики, были... Ну, это вы вопрос задайте, и всё. Вопрос. Мы, православные, можем у вас причащаться, а вы у нас нет. Ну, откуда вы взяли, что мы можем? Нет, никто ни у кого пока нет. Нет, он сказал, что... Ну, мало ли, что он сказал. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Меня вы спрашиваете, я вам отвечаю. Пока никто ни у кого, потому что... Вы знаете, что такое правило дорожного движения? Сегодня вот, сегодня правое и левое, можно так, а завтра рука односторонняя. Это правило. Так и здесь. Пока ещё нет, нет единства церковного, мы причащаться не можем. Почему? Объясняю. Нет таинств вне церкви. Понятно? Таинства совершаются только в церкви. И до тех пор, пока мы не признали, допустим, православные католики или католики нас, церковью, значит, таинства той страны не существует. Нельзя таинство взять на сцене театра сделать, правда? Таинство – функция церкви. Надо же понять. не сами по себе не существует, а функции церкви. Если это церковь, значит, это таинство. А неважно, как она называется. А если пока мы не сказали, что мы едины в Христовом церкви, значит, нельзя. Значит, нельзя. Нельзя. Ни тем, ни другим. Я хотела спросить, вот когда иудеи говорили концу и пиласы. Что, что? Когда иудеи говорят концу и пиласы, кровь его будет на нас, и детях наших. Что они имели в виду? Мне не дают покойный вопрос. Хорошо. Хорошо. Отвечаю. Хорошо. В данном случае они выражали своё убеждение в отношении Христа и утверждали, что они постараются в том же духе, в том же воспитать и своих детей. и тогда тот же, если удастся это воспитать, то есть воспитали бы в такой же ненависти к Христу, то действительно кровь его, Христа, тогда попадает и на них. Причём независимо от того, иудеи или нет, русские, римляне, французы, кто проникнут злобой на тех... Христу, я говорю, Христу, именно злобой, а не чем-нибудь. Как вот Евангелие написано, то тогда действительно кровь его на всех тех людей и идёт. То есть они соглашаются с тем, что на них будет за эту кровь отмечать? Если, если, потому что многие из этих детей потом стали христианами. Слышать? Но в тот момент, когда они это говорят? Причём тот момент? Ну, что нам на этот момент? В этот момент... Причём тот момент? Дело не в момент, когда говорят кровь, то есть преступление или вот этот акт. Вот, всё, на мне. Что, на момент только? А через минуту уже нет? Мы же не об этом говорим же. Ещё раз вам говорю, если они пронизаны будут, проникнуты вот той же ненавистью к Христу, как и те, которые кричали эти дети, то и на них тогда падает это, а если нет, то не падает. Ну, что, апостол Павел, пожалуйста, был сам, знаете, какой благонитель? А стал первоверкованным. Иудей? Да. Фарисеи попрыгают? Да. Что вы? Ну, вспомните, он же о себе говорит. Так что, это же не магия, опять я повторяю, от того, что они говорили. Дело не в их словах самих по себе, а в том, в каком духовном состоянии будут находиться их дети. Но они, когда это кричали, то они, конечно, были убеждены, что воспитают именно в такой же ненависти к Христу. то есть, я где-то недавно я прочитал, где-то было, что если Христос придёт ещё раз, то убей его. Есть же такие фанатики, ну, Господи, ничего удивительного нет. Кстати, вы знаете, что сейчас каждые пять-шесть минут, слышите, пять-шесть минут, каждые убивают христианина только за то, что он христианин. Это в Юго-Восточной Азии, это в Африке, да, это в других. Вот. А в Европе сколько кощунств совершается над христианскими святынями, над храмами, крестами и так далее. Что вы? Идёт очень-очень много. Вот вам, пожалуйста, на кого кровь Христа падает. Над тем, кто проникнется этим убеждением, убеждением каким, что христианство – это зло. Христос – это зло. Его надо убить. И если бы сейчас он появился, мы бы распяли его ещё раз. О, на них падают. Неважно, при чём кто. В то время происходило в Иерусалиме, это были евреи, а сейчас это могли бы быть в любом народе. Найдутся такие же, и на них также будет падать кровь. Вот так. Дорогие братья и сестры, поскольку по существу вопросы уже подошли к концу, я бы хотел от лица всей нашей общины выразить глубокую признательность Алексею Ильичу за сегодняшнюю встречу. Я пока слушал, мне вспомнились слова одного студента, с которым когда-то вместе итальянский изучал. Он был диаконом армянской церкви. И он сказал, что у них есть древнее такое поверье, очень интересное, оно меня тогда очень заинтересовало, точка зрения, что если двое или трое человек собираются и вместе говорят о Христе, о своей вере, о принципах своих религиозных убеждений, то такая беседа, она в чем-то сравнивается у них с молитвой. Это определенная форма молитвы для них. И поэтому мне бы сегодня хотелось от лица всех нас, присутствовавших здесь, поблагодарить вас не только за глубину знаний и широту эрудиции, которые мы сегодня имели возможность увидеть, но и за это удивительное духовное пространство, которое, я уверен, наполнило сердца всех тех, кто сегодня присутствовал, многими размышлениями и, наверное, определенный укажет вектор в наших собственных поисках Бога. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо большое, потому что иногда некоторых ораторов забрасывают гнилыми помидорами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok